В 2010 году прошел слух, что около села Мокрая Ольховка Волгоградской области Найдены огаменевшие яйца динозавров Странные образования появились на дне оврага посреди степи Диаметр их был около метра Мы решили своими глазами это увидеть и пощупать Щупать яйца поехали через городок Котово Вообще, к слову сказать, вся эта область Медведицкая гряда, чертовы игрища Ссылку на ролик оставлю в описании, там мы видели даже НЛО Вся эта область сильно аномальная Поэтому неудивительно, что яйца появились именно тут Доехали мы до Мокрой Ольховки И начали искать Несколько раз спрашивали дорогу у местных жителей Столько же раз, выехав в поле, терялись Он говорит, там даже можно углядеть накатанную дорогу чуть-чуть Говорит, уже сто лет там это не было А цвет у дороги, да, смотри, какой уже Какой разноцветный? Желтый, красный Дорога желтого кирпича Ну и как тут быть, если одним из ориентиров Был, например, рассказ Абригена про невидимую дорогу Но мы смогли таки ее найти Вскоре, на дне обрага, увидели Ваши яйца, железные Опачки Так, то есть туда спускаемся, да? Может сразу все вещи собрать Сападу надо пройти Ну, можно сложно пройти Вон пол яйца уже торчит Да, 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 да Яйца, яйца Вот и яйца Красота Вот ты мне скажи, вот это вот на мыло, что ли, ты хочешь сказать? Да Вот Ну, да Да От яиц Вот они, да Это они Они самые Вот железо Из железа с органикой Вот ничего Скоро Ну, по-моему, вот там же Вы сидели? Там Самая Где Самая Красота А это там Сколи Такого Сломавшись С скрыт Да А они же, когда их нашли, они начали их долбить Ну, колхозники Стояли найти в них что-нибудь Ну, типа, да Что там внутри? Вот они много сломали Зачем их ломать? Ну, вот интересно было А что там внутри? В этом динозаврик Сходство с яйцами просто фантастическое Как будто бы из корлупа И прожилки Но, к сожалению Или к счастью Эта версия была сразу отвергнута учеными Ну, во-первых У динозавров не такие большие попки были Ну, а во-вторых Лабораторный анализ показал Что состоят они на 70% Из двуокиси кремния А также железа и магния Даже научное название у них есть Конкреция Конкретно эта разновидность конкреций Называется септарий Когда-то во времена мезозоя И палеогенового периода На этой территории располагалось дно Древнего моря В морской соленой воде из осадочных пород Иногда скатываются такие шарики Внутри которых лежит частый народный предмет Ставший поводом Вокруг которого и начала скатываться материя Подобные шары Называются конкрециями Конкреции до сих пор образуются На дне морей и океанов Разлом земной коры здесь достаточно большой Вот, например, можно полюбоваться на него сверху Какой-то ползает Тервячок Блин, капец, где-то погодит Это гусеничка Гусеничка Она ползет стать бабочкой Ну вот, я же говорю Почти бабочка чешучит и крыло Такой летает И на плечи к тебе сейчас Я вот, мне вот интересно Говори, а это же внутри кирпичи Сверху-то ровненькое Ну сверху это глина, наверное Нет, смотри, если бы она была глиной Она бы сюда вот не залезла Это же одно и то же Гляди, вот У меня структура ореха арахис Да? А сверху гладит А ты начинаешь его отламывать Она вот такая пористая структура Ну уже установили, что это Конкреция она называется Вокруг органики Начинает притягиваться, скапливаться руда И все это вот остается в таком виде Из-за продолжительных поисков И отсутствия вокруг людей Мы чувствовали себя первооткрывателями Как будто этот маленький дворник Я еще думаю, блин, дворник что ли такое Интересно, сколько его хватит Видишь? Видишь животное? Это из мухи паутинка? В смысле? Это ее внутренности? А почему мухи паутинка? Ну я откуда знаю Ну спроси у мухи, зачем она паутинку держит? И ты можешь сказать, что это не странно? Вот это мысль Вон смотри Из мертвую мухи вылетела паутинка И нам теребонькает теперь там После яиц мы устремились к ушам Уши – это горы Около города Камыша Волгоградской области Если приглядятся, то издалека они действительно напоминают ушки гигантского котика А еще их так могли назвать, потому что Степан Разин выставлял на них свои караулы Горы эти уникальны своими находками По своей сути, это вершины островов того же Древнего моря Их возраст примерно 30 миллионов лет Сложены они массивными плитами серого песчаника И на этих камнях находили много отпечатков древних растений и живности Но, например, здесь была найдена так называемая Камышинская магнолия Которые больше не находили нигде В общем, удивительное рядом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok